Мужики, в надежде, чтобы сюда не залетели птицы, я специально чуть-чуть приоткрываю окно, полностью его не буду открывать, потому что даже если вот так открыть, уже, блядь, птица может залететь, а это очень опасно, мужики, с ними лучше не шутить, вот, блядь, завали там нахуй, я говорю, девушка, вы что, в своем уме, на своем, говорю, вопущайте, на моем не нахуй, вообще, блядь, От себя могу сказать, оценка, скорее всего, нам обеспечена, но ничего страшного, такое бывает, мы к этому готовы, но опять же, блядь, всем не угодишь, и как бы... Стоит эта клиентка, уже чуть ли там не в слезах, может, это ее там успокаивает, а счет расстроилась, короче, блядь, такая нахуй история, как всегда, и себе нервы потрепало, и нам, блядь, и вообще, сейчас неизвестно, что... Двадцать первое, воскресенье, да, двадцать первое, получается, но четвертое, двадцать первое апреля, ой, по времени, вон, десять сорок два показывает, десять сорок две, что у нас сегодня, вчера, как бы, не было ничего, потом удалось взять, там, заказик, получается, холодильник отвезем, забегай наперед, уже могу сказать, вон, шесть тысяч рублей будет стоить, вот, с Красного Маяка, и куда-то там, на Багратиона, короче, ну, вы поняли, вот, один холодильник будет, что за холодильник, ну, обычный, там, двухкамерный холодильник, как он сказал, где-то, сто семьдесят, сто восемьдесят, то есть, обычный холодильник, ничего такого, не сайд-бай-сайд, лифты есть, вот, и что, и что, и что, и что, потом Яндекс включим, по традиции, ну, если ничего не будет, а, скорее всего, пацаны, ничего и не будет, выразить благодарность своему брату, за то, что он это дерьмо так качественно делает, так вкусно делает, Дмитрий, может, что-то добавит? Ну, ничего, в целом, уже добавлять, мужики, выезжаем, поедем к своему клиенту, ну, за холодильником, там уже, естественно, все поснимем, мы желаем вам приятного просмотра. Москва Ну, что, мужики, вот такой вот холодильник, ростом, ну, высоту, наверное, метр пятьдесят, потому что мне он где-то по плечи. Ну, вот, что еще хотели рассказать? Ну, загрузили лифт, есть. Загрузили лифт, есть, в обычном лифте спустили. Да, Дмитрий, вам кое-что хотел рассказать. Что, мужики, хотел рассказать? Вы же все знаете, что у меня гнездо на голове, вы все об этом пишите. Да, да, да. Продолжайте писать дальше. Сука, Дим, какая же ты, блядь, необыкновенная, красавчик. Мне, короче, что, пацаны? Да. Да, поскольку гнездо на голове, прилетают птицы, блядь, птицы, нахуй, среди ночи прилетают, блядь, не дают спать нам, ебаный грудь, блядь, долбят мне в голову эти клювом, блядь. Ну, уж заебался от них отмахиваться, нахуй, ебаный грудь. Ну, ладно, это, короче, птицы, прилетают голуби, вороны, яйца, нахуй, за шкифу, выкидываю в окно. А бывает, маленькие птички прилетают, типа воробушки и такие вот, сынки. Давай, говорит, мультирогнездо нахуй, заебашим вот эти, в этих, блядь, младенца, нахуй, выведем. Ну, как бы, я пока что пацаны тоже от них отмахиваюсь, не знаю, пацаны. Я вот думаю, вот, может, вы напишите. Может, все запустить на голову, блядь, яйца будут, блядь, на голову. Да, да, короче, да, к Дмитрию, пацаны, прилетают, получается, птицы. Ну, что, серут, блядь, да, на голову. А, серут на голову. Ничего страшного, помыл, и все. Еще помыл утром. Да, так, знаете, рукой так сливал отсюда, ну, вы улетело, блядь, ну, и хуй с ним. А тогда и не мыл, нахуй, похуй, вытер, блядь, а я даже и не вытираю. Да, да, да. Ну, все, пацаны, что, попрем тогда дальше. Будем держать вас в курсе событий, что по птицам там, что по прическам, что не по прическам, что по лохам, что по ублюдкам, что по устрелкам. Все. Что, мужики, до точки беда выгрузки ехать там 30 километров, все, обжечь его. Мужики, в надежде, чтобы сюда не залетели птицы, я специально чуть-чуть, открывая окно, полностью его не буду открывать. Потому что даже если вот так открыть, уже, блядь, птица может залететь. А это очень опасно, мужики, с ними лучше не шутить. Все, поехали. Потом обязательно включим, блядь, включим Яндекс. Блядь, что ты сказал, жилые дома, я начал чвякать, хуякать, блядь. Откуда ты знаешь, получилось или нет, блядь. Я заебем его в хлам, нахуй. Хотя по-разному воспринимаю мир, нам по пути чайные пьяницы слушают рэп. Вспоминаю, как кинь, как кинь, как все изменилось, сколько утекло воды. Я часто был слеп, у меня бил поводырь. Мне нравится твой безумный ритм. Москва у него слип, мне по душе эти улицы, урбанистический стиль. Лакшери, йоги, феншуи, модные тенденции. Крыши, оперы, блэкстары. Бархат и фреши, фейс-контроли. Дресс-коды, закрытые вечерины. Но я там, где качает правильная рэпчина. С Курской по кольцу, на Казакова, по улице Рабио. Тут легко встретить знакомых, на районе собралась. Серьезная движуха, груз с Машей, купе с Юлей. Айса с Гуфом, чайная у Кози, любимый вьетнамский рестик. Да, мы тут уже давно стали местными. И в этой девятиэтажке на верхнем этаже мы с ней планируем семейный бюджет. Ну что, мужики, на часах час дня. Подняли холодильник клиентов. Здесь немножко все долго-богато. Да я, в принципе, тут не снимал, потому что нечего вам показывать, тут нечего снимать. Вот, что, вышли на линию. Сейчас дня приходил у такого заказ. Я его нахуй послал, потому что он был водительский, без грузчиков. Оплата безналичная, ну, сами видите. Смысл, за тысячу рублей катать это говно. Это не для нас. Ожидаем следов. Короче, мужики, что, приняли заказик с минус шесть. Зеленый, естественно, поскольку коэффициентов нет на данный момент. Вот, смотрите. Дом Санкт-Петербург, нужно заехать на паркинг. Здесь коробок, плюс пакеты большие, плюс ТВ. 65-й диагонали, плюс стол, плюс стул, плюс стеллаж, плюс комод, плюс зеркало. Не так все плохо. Заказ карты шок. Карты шок, да? Угу, вообще. Сейчас позвоню. Это наша тема. Сейчас позвоним, узнаем. Ну, опять же, вещей много, и нужно заехать на паркинг. А как он себе представляет заехать на паркинг, когда заказывает большую машину? Безналичная, наличка. Безналичная оплата, два грузчика, кузов L. Вот, ну, не знаю, надо звонить. Заказ отменили, мужики. Вот, получается, был карты шок. Ну, понятное дело, сами видели, количество вещей описано много. И, как бы, ну, в общину и носить, почему я знаю, сколько, это, конечно, не наша тема. Да мы бы носили, блядь, такая хули вещь, они ж не согласны. Ну, не по такой же цене Яндекса, но. Опять же, что вот, сидим, на линии находимся где-то сейчас, чуть-чуть больше, и уже за это время приходило 6 заказов. Ну, подошел один, как бы, он вроде как бы подходил, пока не выяснилось, что это. Опять же, ожидаем дальше, что у нас дальше будет. Даст, не даст, что даст, все покажем. Короче, мужики приняли еще один заказ новый, 10 километров подачи, почти 9 с чем-то. Это переезд, и предмет мебели в разборе, и коробки. Первый адрес без лифта, обвезем двухспальный диван, стол, два легких кресла и 20 плюс коробок. Первый подъезд, четвертый этаж. Ну, если четвертый этаж, то, честно, наверное, пойдет он отдыхать. Ну, сейчас опять же все узнаем, 69-190. Короче, все покажем, расскажем. Ну. Блядь, пацаны, ну, ничего больше нету, поэтому летим, работаем. Подавай 22 минуты, вот, 9 километров. Ну, а что поделать опять? Идем работать, что делать? Поедем. Наверняка вы знаете, что с сентября в России вступил в силу новый закон о такси. Поэтому Эксперт Парк недавно запустил программу для работы парковым самозанятым. Эксперт Парк – это крупнейший партнер Яндекс.Такси и Яндекс.Заставка в России, а также сотрудничество с Яндекс.Едой. Если вы хотите работать легально и ищите надежный парк, прозрачными и выгодными условиями работы, я рекомендую вам Эксперт Парк. Эксперт Парк 2.0 – это… Это сниженная комиссия, а именно 40 рублей в сутки. Также автоматические ежедневные выплаты без комиссий. Это 4 сервиса моментальных выплат с минимальной комиссией в 2%, а также бонус за каждого привезенного друга в размере целых 1500 рублей. Также присутствует круглосуточная квалифицированная техподдержка, а также колл-центр. Также есть возможность работать как физическое лицо с комиссией Парка всего лишь, друзья, 50 рублей в сутки. Если же у вас остались какие-либо еще вопросы, то обязательно обращайтесь в техподдержку Парка или же звоните в колл-центр. Все контакты я оставлю под этим видео. Обязательно подключайся и работай с лучшими. Можно еще добавить по этой части, по этому заказу. И сами слышите, если клиент адекватный, если он все понимает, то в целом можно с ним договариваться. Да, он там не согласен доплачивать 5000, там 10 тысяч. Но мы и сами не просим. Как кому-то хотелось бы, да? Потому что, когда цена изначально 3000, а какие можно просить у него? 5000, да? Если она звонит и рассчитывает, что ей сделают за копейки, и вы сами слышали ее высказывание о том, что если она доплатит 2000, то это получится уже у завичков. Однако завичков она почему-то не вызывает. И очень оправдывалась тому, что, как она сказала, знакома или одна есть? Слышал в эфир, она вспылив удалила себя, нажав дэлит. Все это как полотна Сальвадора Дали. Ищешь ответы снаружи, но ответы внутри. Некого в этом винить. Безумный трип. Ждешь, что кто-нибудь позвонит и спросит. Ну как ты старик? Мимо людей, мимо витрин в пыли. Мимо того, кто так же одинок, как и ты. Суметь услышать вставленный флик. Обернись, мне не встать без твоей руки. Обернись, мне не встать без твоей руки. Не услышать биение сердца. Обернись, мне не встать без твоей руки. Четвертый этаж. Не злик-то. Все как малюга. Все как. Обожаю. Все, мужики, загрузка прошла успешно. Количество вещей покажу вам на второй точке. Поскольку здесь стояли клиенты. Едем на точку Б. 8 километров 15 минут показывает по навигатору. И что хотим вам рассказать? Хотим вам рассказать небольшую историю. Интересно. Сейчас я ремень покину. Вот. Что получается? Только начали грузиться. Прошло, может быть, минут 15 буквально. Ожидание началось платное. Только-только как-то вот. И клиентка, девушка, подходит ко мне и говорит. Брат, получается, был наверху. Спускал вещи. А я шел впереди. Тоже с вещами в машину. И она стояла на улице, получается. Подходит ко мне и говорит. А покажите мне свой телефон. Я говорю. В смысле? Ну, типа, я вообще, как бы, это не понял ничего. Заказ. Заказ мне покажите. Ну, как бы, это достаю. Я говорю. Ну, вот заказ. А что такое? А выключите платное ожидание. Почему вы его включили? И, знаете, так, блядь, с наездом. Почему вы его включили? Типа, выключите платное ожидание. Дайте мне сюда свой телефон. Говорит. Я сейчас, типа, что-то сделаю. Я говорю. Зачем вам мой телефон? Не, говорит. В своем делайте. Дайте, дайте телефон. Я сейчас, типа, выключу платное ожидание. Почему вы его включили? Не, я говорю. Девушка, вы что, в своем уме? На своем, говорю. Выключайте. На моем не надо. Тут же брат подходит. Ну, и она ему тоже давай предъявлять. Почему вы включили платное ожидание? Вот, получается, у нее какой аргумент был? Платное ожидание должно работать тогда, когда мы подъехали, получается, к воротам. И в тот момент, пока мы не дошли до клиентки, вот, ну, получается, подъехали к воротам и не поднялись на этаж. Вот это вот время должно работать платное ожидание. Все остальное время должно быть бесплатное. Она говорит. Так вы же уже работаете. Какое платное ожидание? Я говорю. Так мы что, за бесплатное работаем по-вашему? Вот. На что она, опять же, отвечает. Да нет. Это у вас первый заказ. Вы ничего не знаете. Ну, короче, блядь, такая вот история. Сильно поснимать возможности не было. Какие там уровни. Но, опять же, уровень там достаточно хороший. И места дорогие, вот, к чему это все говорю. Мужики, нет слов, блядь. Что-то меня эта хуйня так утомила, если честно, пиздец. Не физически, а вот именно морально. Короче, после этого всего вот стало понятно, после этой ситуации, что эта дамочка обзванивала, там, не знаю, может быть, в интернете проверяла, смотрела все конторы, которые только существуют. Искала дешевле. Да, пока мысль, вот, Диму перебью, пока мысль не ушла. Получается, ну, мы говорим, ну, вон, в поддержку звоните, они вам объяснят, как должно работать сплатное ожидание. Нет, вы не правы. Ну, и так уже на повышенных мы говорим. Ну, вон, звоните. Ну, в итоге, да, она позвонила. Поддержка ей там, видно, сказала, что да, так и должно быть. Это нормально. Она что-то... Я там что-то... О, Василий Вакуленко на этом поехал, представляете? На Роллс-Ройсе. Охуеть, ну. Ну, на Роллс-Ройсе. Ну, в накалине. Ну, в накалине, да. Василий Вакуленко попер накалине. Ну, и вот, пацаны, что. И она такая, типа, мол, извините, но уже настроение испорчено. И потом стоит она, понимаете, блядь, и смотрит, чтобы вот, ну, типа, уже сама потом давай и начал отягать там. Ну, короче, такие, короче. Муж ее не носил, а сама начала носить. И сейчас, получается, муж у меня спрашивал, как поставить холодильник. Ой, блядь, холодильник, говорю. Телевизор лучше, в кузов. Ну, я ему подсказал, как поставить. И, ну, подушкой, получается, прижать. Прижать между телевизором и воротами для того, чтобы туда-сюда он не ходил. Короче, суть в том, что стоит эта клиентка уже чуть ли там не в слезах. Муж это ее там успокаивает, а что-то расстроилось. Короче, блядь, такая, нахуй, история, как всегда. Да, и себе нервы потрепало, и нам, блядь. И вообще сейчас неизвестно, что будет. Изначально, когда к ним поднимались, договорились с ними еще заехать. Там они сказали минут пять буквально у них где-то в гаражном кооперативе есть гараж. Вот. И отвезти туда там, ну, там, может, пять вещей, там, десять, где-то так. Ну, то есть вещи там не тяжелые. Потом опять же покажу, если до этого дойдет, если будет возможность. Вот. Ну, там, говорит, минут пять буквально езды от адреса до гаража. Давайте, типа, сколько вам доплатить. Ну, блядь, говорит, ну, тысячу докинете, и нормально будет. Сейчас уже понятно, что... Вообще, мужики, непонятно, что будет дальше, и... Ну, что, по целому, я от себя могу сказать. Оценка, скорее всего, нам обеспечена. Ну, ничего страшного такое бывает, мы к этому готовы. Ну, опять же, блядь, всем не угодишь, и как бы... Там мы особо сильно не пытаемся, мы к этому готовы. Как я уже и говорил, здесь, блядь, собран один сброд. Ну, в основном. Редко, когда бывают нормальные клиенты, вот. Она в итоге, понимаете, что? Она думала, что, типа, это три тысячи, ну, так и будет стоить. Блядь, ну, три тысячи целая машина. Не знаю, Дима показал вам, не показал, там, целая машина. Так, пацаны, это даже не на лифте, а четвертого этажа спустить. Ну, а сами понимаете, что, по одной позиции пока спускаешь. Понятно, я же говорю, там, час как раз и ушел на погрузку. Ну, то есть, какое-то платное ожидание еще будет, вот. Да, мы не скрываем, мы на этом, как бы, и зарабатываем на своем горбу. Потому что по-другому не получается заработать. Машина ничего не стоит, мужики. Это уже не раз было. И по-моему, когда-то за 200 километров, за 10 тысяч рублей ехать, и две тонны груза везти, и на сколько этой машины хватит. Не знаю, я так не умею, мне как будто бы вот так получается. Там, потому что с клиентом можно тысячу, там тысячу. Ну, и того, смотришь, уже две тысячи прибавка. Десять часов своих восемь отработал, поехал домой, спокойно поел. Ну, да. Спокойно помылся, спокойно полежал. Вот, мы двигаемся в таком стиле, работаем в таком стиле. Опять же, мужики, что чем закончится, сейчас увидим. Сейчас опять же увидим и вам расскажем. По возможности, не обещаю, конечно, но буду подснимать по возможности. Опять же, там, будет видно, мужики, как там это все пойдет сейчас. Все, едем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Короче, мужики, что здесь уже выгружаемся. Остается вот это вот количество коробок. Вот это только с правой стороны. Это не трогаем. Это везем в гараж. Вот это и диван. Два куска дивана. Здесь что получается? Здесь клиент, муж этой дамочки. Сам поднимает вещи с сыном. Ну, а мы их просто подносим вот к лифту и все. Остается вот буквально пару позиций. И все. Ну, что, мужики, выезжаем уже из гаражного комплекса. Выгрузили здесь. Что по заказу? Закрывал заказ при клиенте, поэтому, ну, поснять, понятное дело, возможности не было. Вот, 6 тысяч рублей для клиента это вот пошло. 4400 наших. И, помимо этого, взяли с клиента еще 2000 рублей за спуск. Ну, и за вот эту точку. Тут реально минут 5, наверное, мы ехали сюда буквально от выгрузки. Все, больше ничего брать не стали. В целом, попрощались нормально. Девушка-клиентка, ну, как бы мы ее больше, грубо говоря, и не видели. Вот, она поднялась в квартиру. И ни конфликтов, ни, как говорится, ничего больше вообще не было. Вот, а мужчина ее вот ехал с нами и, соответственно, сейчас мы ему выгрузили. А и там позиции было, пацаны, я еще тут не снимал тоже, потому что клиент все-таки и дело такое. Что, мужики, в итоге? 6 тысяч с данного заказа, 6 тысяч с этого, с холодильника. Ну, вот, как бы, пока что такая какая-то касса. Взяли его в 14.53, короче, в 3 часа. И сейчас у нас 17.42, мужики. Вот. Короче, грубо говоря, 2 часа 40 минут было затрачено. Вместе с вот этой вот дополнительной точкой. Как бы 6 тысяч, 6.400 за, ну, за 3 часа даже, если брать. Ну, блядь, да не так все и плохо. Ну, конечно, хотелось бы лучше. Хотелось бы 50 тысяч. А то, может быть, и 100. А то, может быть, и 150. Да, я шучу, пацаны, я, конечно, это на серьезных шахтах говорю. Я шучу, пацаны. Не подумайте, что я полпайдом. Ну, короче, имеем, что имеем. Нахожусь все еще на линии. Сейчас попробуем, не знаю, поедем, наверное, в сторону дома. И, ну, слоем, значит, слоем. А, не слоем, значит, не слоем. Значит, потом с вами попрощаемся. И все. Вы уже по таймлайну понимаете, что у нас там. Поэтому, ну, как-то так пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, мужики, хейтеры вот эти вот, блядь, всякие лохи, нахуй. Смотрите, еще одна наша неудача, блядь. Пробили немножко колесо, загналась какая-то ебань. Сейчас мы эту всю ебань, блядь, починим быстренько, нахуй. Ну, если получится. Поэтому вот эти вот завистники, хейтеры, радуйтесь, ебаный брод, радуйтесь. Птицы все так же пытаются прилететь в гнездо, поселиться, насрать на голову, блядь. Но я, нахуй, не сдаюсь, я им не дам этого всего, блядь. Что, мужики, здесь нам понадобится? Нам понадобится что-то, чтобы вытащить эту ебань, блядь. Не знаю, видно вам, не видно, сейчас попытаюсь показать. Ого шумит, все шумит. Вот она эта ебань. Вот, видно. Вот она эта ебань. Держи картонину, наступи, чтобы не улетел. Вот она эта ебань. Это такая лежанка будет, пацаны. Это будет лежанка. Ну и все. Сейчас в процессе, может быть, тоже покажу чуть-чуть, поснимаю. Ну что, мужики, с горем пополам, с очень большим трудом засунули. Ну вот. Сейчас мы ее обрежем. И проверим водичкой. Поверять. Снимать не стал, не до съемок было, но, поверьте, мне ушла с лоб. Ебались с этой хуйней достаточно сильно. Ну да. Она, блядь, лезть туда не хочет. Тупая эта шляпа. Все, отрезаем и будем смотреть. Побрызгаем водой. Сейчас и посмотрим, как там у нас. Успехи будут обстоять. Я думаю, нормально. Я думаю, нормально будет, что в стихе обстоять. Да, отлично. Отлично. Не знаю, видно вам, не видно. Да, отлично. Ну, отлично. Ну и все. Я думаю, отлично. Я думаю, отлично. Да, отлично. Лучше, чем новое было. Когда-то. Пусть знает, сколько лет назад. Так, это мы в салон положим. Это у нас в салоне лежит. Ну и все, складываем эту ебанину. А вот, пацаны, заработались. А мы не заметили. Вот, Панамера стоит. Ой, блядь, Панамера, говорю. 911-й порш стоит. Мы вам шорс охуенный запилили, как всегда. Про него. Ну и все. Поедем, вот, чуть-чуть назад сдадим. Колесо накачаем на заправке. Все, отключаю? Да? Ну вот, пацаны, четверку выставил. Мы обычно качаем задние 4-5. Но здесь, к сожалению, максимум только 4 можно выставить. Вот. Кинули этот салон шланг. И все. Сейчас подкачаем. Давление в шинах, что там показывает? А вот, что там показывает. Шина, естественно, спустила, пока мы ее там, ну, рыжили. Пытались засунуть эту ебань, блядь. Ебань это не лезла. Она там, блядь, очень-очень плотно должна, ну, как бы, это заходить. Дерочка была очень маленькая, поэтому было тяжело. Вот. Ну, чего ты не включаешься-то? Ждите. Ну, так давай, блядь. Я ж уже нажал. Не гудит еще? А, во-во, загудела. Ну что, мужики, вот такой вот вышел видеоролик. Вот такой вот выдался денек. Едем домой. Что у нас? За холодильник, повторюсь, вновь заплатили 6 тысяч рублей за перевозку холодильника. И, получается, с Яндекса 6400 вышло. С учетом доплаты в 2000. Вот. Ну, без доплат, конечно, это, блядь, смешно, нахуй, было бы. Да? Ну, и с доплатами, честно сказать. С четвертого этажа, наверное. Не стоит, нахуй, того. С четвертого этажа. Там, как бы, не было ни техники такой, никакой. Диваны там были, вот они легкие. Там две позиции было. И, получается, еще два подлокотника этих. Ну, и подушки отдельно. Все, короче, отдельно. Все такое легкое. Все такое нормальное, приемлемое. Однако, все же, блядь, с четвертого этажа вручную, ну, оно не того стоит совсем. Опять же, что? Яндекс это дело такое, сами знаете. А если кто-то не знает, то я напомню или же научу вас. Либо ты работаешь, либо ты, блядь, как бы, ну, ноешь, уходишь оттуда и не работаешь. Все. Смысл сидеть и ныть, блядь, никакого смысла. Мы всем довольны, нас все устраивает в целом. Снова 12 тысяч касса, как кто-то, блядь, там писал. Не помню в комментариях, не в комментариях, или где-то в чате было, тоже нам адресовано. Короче, блядь, минимум 12 тысяч должно быть на этой машине, ну. Поэтому, ну вот, 12 тысяч, нахуй, сиди, облизывайся, ебаный. Все, мужики, не будем больше негативить. Будем, но не сегодня. Что сказать, оценивайте это дерьмо своими лайками. Пишите в комментариях, какое-то дерьмо лютое, там, ну, все как обыдно. Ну и все, всем пока.